Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский указ. Союз против геноцида отмечает свое 20-летие во Франкфурте. В Палате представителей Австралии будет обсужден документ, связанный с геноцидом армян. Пашинян примет участие в открытии нового здания Генконсульства Армении. Вооруженные силы Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы «Точка». Во Франции протесты продолжаются. Школьники заблокировали около сотни лицеев. В Сенате США предъявили Турцию ультиматум из-за С-400. Глобальные климатические изменения представляют собой угрозу. Публикация результатов парламентских выборов депутатов Западной Армении. Президент Республики Западная Армения. Принимаю во внимание 93-ю статью Конституции Западной Армении избирательный кодекс. Статья 93. Первая сессия вновь избранного национального собрания созывается не позднее 15 дней после избрания деликатов и оглашения результатов выборов Центральной избирательной комиссии. Первое заседание вновь избранного национального собрания подведет итоги выборов депутатов и результаты выборов в Центральную избирательную комиссию не позднее, чем через 30 дней после оглашения итогов. Центральная избирательная комиссия обязана публиковать результаты выборов не позднее, чем через 10 дней. Принимая во внимание президентский указ Западной Армении номер 45 2017 года 2 декабря постановляю. Статья 1. Крайний срок для окончательной проверки бюллетеней для голосования 7 декабря 2018 год. Статья 2. Результаты второго созыва законодательных выборов депутатов Западной Армении будут объявлены 16 декабря 2018 года и будет транслироваться на следующий день 17 декабря 2018 года в 14 годовщину Национального совета Западной Армении. Статья 3. Первое заседание вновь избранного национального собрания созывается по приглашению не позднее 22 декабря 2018 года. Следующая статья. Указ выдается официальным бюллетенем Западной Армении 30 ноября 2018 года. Армен Акабра Амян, президент Западной Армянской Республики. Союз против геноцида был создан в 1998 году. В течение 20 лет он сделал важные шаги в ликвидации табу геноцида. Сегодня Турецкая Республика обязана осуществлять реформы в соответствии с Берлинским соглашением. Турция отрицает геноцид против армян во всех его формах и пытается вести антиармянскую политику, используя все средства отрицания. Название Западной Армении было переименовано в Восточную Анатолию и запрещено везде использовать Западную Армению. Но эти шаги напрасны. В 1894 году Абдул-Хамид начал геноцид против коренного народа Западной Армении. Его дело продолжили младотурки и кемалисты. Турецкая Республика, основанная на геноцидах, это кладбище народов. Она никогда не может стать законным государством. В палате представителей Австралии 3 декабря состоится дискуссия в связи с 70-летием принятия Конвенции Организации Объединенных Наций. Преступление геноцида и наказание за него, в котором также говорится о геноциде против армян. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает комитет Айдата Австралии. В документе отмечается, что автор конвенции Рафаэль Лемкин использовал термин «геноцид» для обозначения событий, которые произошли с армянами и евреями. Важно, чтобы в ходе обсуждений Палата представителей признала тот факт, что более не время для словесных игр. В этом документе четко представлена идея о том, что создание термина «геноцид» и «геноцид против армян» взаимосвязаны, отметил директор комитета Айк Кейсарян. Документ был представлен законодателем Тимом Уильсоном, который имеет армянские корни. Он призывает Палату представителей признать необходимость признания геноцидов как в Австралии, так и за ее пределами ради предотвращения будущих геноцидов. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян посетит Санкт-Петербург 5 и 6 декабря, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств Содружества независимых государств. Об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил пресс-секретарь премьера Арман Ягуян. Кроме того, по некоторым данным, Пашинян примет участие в открытии нового здания Генконсульства. Вооруженные силы Армении успешно провели испытания тактической ракетной системы «Точка». Ракета точно поразила намеченную цель с расстояния в 65 километров. Как сообщает Армен Пресс, об этом на своей странице в Фейсбук написал исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян. Телепрограмма «Зинуш. Военная сила» общественного телевидения Армении подготовила специальный репортаж об испытании системы, которая вышла в эфир 1 декабря в 21.45 по местному времени. Школьники, выступающие против реформы образовательной системы, Франции заблокировали около сотни лицеев по всей стране, что привело к столкновению с правоохранителями, передает портал France Info. Так, в регионе Оверн-Рона-Альпы школьники, часть из которых выражает свою поддержку движению «желтых жилетов», стали кидать в полицию различные предметы, на что силовики ответили слезоточивым газом. В городе Дижон региона Бургундия Франш-Конте сотни учащихся заблокировали свой лицей. В итоге образовательное учреждение будет закрыто весь день. Сразу в нескольких городах региона Центр Долина Луары школьники также блокируют свои лицеи, и зачастую это сопровождается столкновениями с полицией. Протесты коснулись и Корсики, где в городе Бастия подростки установили деревянные палеты перед входами в образовательные учреждения. Беспорядки не обошли стороной и столичный регион Франции. Так, в пригороде Парижа Обвер-Вилье школьники подожгли перед лицеем автомобиль и мусорные баки. Турция должна сделать выбор между Россией и странами Запада. Об этом заявил сенатор Джеймс Инхофф, новый глава Комитета Сената США по вооруженным силам. Заменивший на этом мосту Джона Маккейна сообщает Bloomberg. Если Турция хочет остаться в программе F-35, она должна отказаться от получения российских систем S-400, заявил Инхофф, комментируя доклад, представленный недавно Пентагоном для Конгресса США. Он также добавил, что Турция очень важный партнер для США по НАТО, но при этом ей следует действовать в соответствии с этим статусом. Турция должна сделать выбор между Россией и Западом. Если она продолжит процесс покупки S-400, ее ждут последствия, подчеркнул сенатор. Bloomberg также приводит мнение военного эксперта Стивена Залоги из исследовательской компании Teal Group, который считает, что США и НАТО опасаются, что вместе с покупкой S-400 в Турцию приедут российские военные специалисты. Существует беспокойство по поводу того, что турки позволят российским специалистам испытать радары S-400 против турецких F-35. С целью свести на нет антирадарные свойства американского истребителя, объяснил Залога. Человеческая цивилизация может исчезнуть, если мир не предпримет действия по сдерживанию изменения климата. Об этом заявил известный британский натуралист сэр Дэвид Атенбуро, выступая на саммите по климату ООН, передает АЭР. По его словам, сейчас мы сталкиваемся с антропогенной катастрофой глобального масштаба, нашей самой большой угрозой за тысячи лет. Атенбуро призвал делегатов собраться в Катавице, Польше, до 14 декабря, чтобы добиться прогресса в усилиях по усуществлению Парижского соглашения о борьбе с изменением климата. Параллельно с саммитом в Польше 15-летняя Грета Туунберг призвала генерального секретаря ООН и мировых лидеров принять меры для противодействия изменению климата. Он также отметил, что средства массовой информации должны освещать эту тему, чтобы мы представляли масштабы угрозы. По словам девочки, с августа она протестовала возле шведского парламента против равнодушия людей и неспособности принимать меры. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Каторма, в Катавице, в Катавице, в Катавице. Катавице, в Катавице, в Катавице. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!